здравствуйте дорогие друзья с вами программа канал максимадзе и когда-то не так давно я снимал обзор в gta 5 на мод который который добавляет возможности в сюжетном режиме попасть на остров кайоперику и изучить его нет недавно вот вчера наверно может даже и позавчера короче совсем вот недавно да это абсолютно новый мод вышел мод который добавляет не только этот остров но и полное ограбление этого острова сюжетном режиме теперь остров можно прямо грабить прямо сюжетном режиме установка этого мода довольно-таки непростая установить его будет не так уж и легко но если действовать я может если вы захотите то я сделаю видео как установить такой мод если все делать т.к. надо то все будет работать сразу чтобы не было вопросов этот мод будет работать только на лицензионной версии только на лицензионный на пират на пиратки работать точно не будет и вот этот добавляет во первых клуб подлодку под названием касатка которая собственно говоря нужна для ограбления как онлайн и так и здесь короче говоря редакция этого мода то уже шумит там в интернете по всякому ссылочку на этот мод оставлю в описании там правда на английском все ну и есть также ролик на английском языке как установить такой мод но на английском если вы если вы заходите то я сделаю видео на русском вот мы с вами я не только буду обозревать этот вот мы с вами пройдем это ограбление сегодня я я очень сомневаюсь что на этого мы справимся за одну серию там же подготовка еще длинная идет ну в общем после установки этого мода там еще компоненты на тут некоторые ну там принципе не так сложно короче в телефоне майкла тревора или франклина контактах если вверх нажать то тут появится кнопка вот это вот купить касатку мы набираем и появляется вот здесь вот где у меня сейчас выделение там где 0 долларов там надо будет там будет цена касатки не помню сколько стоит но надо будет нажать и купить ее и она заспавниться где-то где-то там вон он там далеко но идем я ее пригнал сюда флаг можно настроить цвет и так далее оружие и так далее можно короче по все по-своему настроить это гардероб ну тут я не разобрался еще до конца что такое в общем также чтобы этот мод правильно работал надо еще скачать мод который называется enable interiors он также появится в контактах мобильного телефона change interiors чтобы и после установки мода надо будет надо будет зайти в перри кухне из интерьер и чтобы везде было турку false друг надо чтобы везде было true это тот мод я так понимаю активирует некоторые интерьеры внутренние изгода онлайн партнер портирует сюда полезный мод можно в например зайти будет теперь не знаю если другие моды на такие же моды на другие ограбления я не видел если но если нет то надеюсь что будут и ограбление казино и ограбление побега с тюрьмы и что там еще было ладно короче сегодня мы будем сегодня будем начинать проходить ну в общем мы купили касатку чтобы для комфортно для более веселой игры также можно использовать трейнер например меню pc я щас другого персонажа возьму своего любимого почему бы нет самое забавное что есть этот вот так же вставляет катсцены и можно выбрать из трейнера любого абсолютно персонажей этот и модель персонажа будет работать даже в катсцене представьте себе модели этих других персонажей если в катсценах любого сюжетного задания там не работает здесь работает очень прикольно и можно за других персонажей задание выполнять детстве чего вы не сможете за других персонажей ну что творят люди это во первых это мои друзья перепортировались из онлайн и почему да а вот это же появилось что-то изначально не появлялась тоже можно купить но нельзя будет тратить деньги если купить касатку нельзя будет если вы попробуете купить касатку то напишешь что у вас не хватает день ладно давайте переберемся на нее куба это я покрасил ее в красный цвет там флаг российский живут тут герб такой вот покрасил по-своему тут есть два входа вообще в онлайне чтобы начать это ограбление нужно приехать в ночной клуб который вот должен быть вот здесь там где казино и там мигель мадраса сын мартина мадраса вместе со своей мамой патриции мадраса будет точном клубе и он короче там вопрос попросит купить там касатку что-то но это для покупки касатки нужен а так именно с помощью касатки начинается ограбление острова так заходим обычно когда мы так вот заходим в онлайне тут появляется вот такая вот катсцена с теми же самыми действиями а только цены нет попадаем в общем то говоря на касатку тут кресло правда за них можно ли за них садиться да можно садиться f это так чтобы встать назад правую кнопку мыши f управлять касаткой е это быстрое перемещение вот когда мы заходим вот когда вы сверху видели там зеленая метка сверху чтобы войти в касатку при нажатии на е но английскую понятно то мы войдем в касатку если нажмем на f то мы можем управлять и и передвигать куда захотим ну как корабль любой чтобы начать ограбление нужно подойти вот к этой белой метки и и начнется старт каю переку павел какой-то тут говорит босса дэйв короче надо в аэропорт там будет встреча там в аэропорту будет катсцена но и к сожалению там мы нету субтитров они работают поэтому у меня в телефоне я оригинальную катсцену просмотрю и зачитаю титры оттуда во первых в аэропорт так просто не пропустят там это же полицейские будут бой так давайте сделаем это еще раз чтобы исчезли следы этом влаги нам ну еще мод на английском на русском нет встретись с дэйвом и кайна music в терминал так и сейчас прямо с телефона запущу надеюсь что никакая реклама не вылезет и ничего лакать налагать не будет чтобы нормально все мог прочитать реально персонаж будет в катсцене работать это вообще прям классно скорее всего ограбление все мы за одну серию не пройдем тут подготовка еще довольно долгая с одной недоделанными катсцены еще ну и на вечеринку отсюда летят да даже не верится что нам заплатить за это я бы и бесплатно прилетела о опустить можно хэштег есть о хэштег эй дамы рад что вы смогли прийти давайте-ка оттянемся и тебя привет лучший друг мигелиту да во что мы ввязались вот тебе мой совет делай как я говорю но не бери с меня пример постараемся выбраться отсюда целыми невредимыми ну и загорелыми конечно же слушайте ребята просто хочу сообщить что нас мало времени если вы готовы то полетели я буду через секунду командира нужно разобраться одним важным делом так ну ка возьми вот это и щелкни нас девчонки улыбаемся в камеру все говорите элита элита короче продолжай в том же духе и я буду доволен ове авиакомпании дэйва три правила на высоте 10 тысяч фунтов все дозволено спать можно после посадки и полет не считается если о нем соц сетях не пишут обалдеть а теперь дамы примите-ка серьезный вид йоу дэйв черт ромба парни всем мир братаны ты просто отлично выглядишь как дела дэйв да красота как он штопор не уйдет обещаю да эту историю мы слышали все было не плохо он ведь еще работает верно похоже большой калибр а это что за мудаки да я не волнуюсь и спокойно ладно надеюсь что музыку ты привез пожалуйста скажи что ты привез музыку слушай мне музыка в телефоне в машине в твоем доме везде кто-то облажался скажите что вы уже подъезжаете нет босс у нас проблема машина пропала черт как 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 так то это кранты чё там у тебя в телефоне про меня что информация о моих личных финансах обнажен но цена моих демок это еще не выше штуки это проблема это проблема такое чувство как будто отпуск закончился еще даже не начался за что мы никуда не едем давайте к другого кого-нибудь отправим у меня были тапочки презервативы травка и так далее чё чё да ладно ладно неважно как скажешь ладно давайте наслаждаться сервисом который авиакомпания предлагает шипучка снежок и музон дамы это кстати разминочка только чуть-чуть у меня тут отстаёт чуть-чуть да и мы видим кат-сцену как мы да отжиг тут в самолете прям и мы прям ночью прилетаем давайте перемотаем время назад не хочу ночью о боже какая красота не принять душ нужно тут жарко давай давай иди о господи это же отпадина слушая кое-что на ушко тебе скажу ты реально замокнешь когда увидишь нашего хозяина будем надеяться что он нюхнул не почует обман да не я просто подкалывал ну наверняка бухой будет а вот и он кстати дэйви добро пожаловать в рай о месье мистер рубио да зовите меня зовите меня блондин идите сюда парни я тоже вас рад всех видеть вы все такие классные очень рад с вами познакомиться нормально долетели да вам что-нибудь надо да не все будем долетели отлично без проблем спасибо что пригласили нас хуан погоди ты что издеваешься этого нас базива мой дедуля был немец я тех наважаю мы запланировали нечто крутое настоящий атмосфер да это будет просто улет улет да вы пляж еще не не видали он вам понравится а вы парни вернетесь же да я бы приехал к вам берлин но мне не до путешествия абсолютно сейчас глобопол я клянусь чувак короче покажите чуваса так а где гус густаво то я серьезно вы обязаны вернуться до густаво о я же верил тебе никуда не уходить проводишь наших друзей на сцену покажи им там все сможешь это сделать ты кормишь по ты кормишь пантера ты ты же запретил хоть что-то правильно сделано ну наконец-то ладно ладно давай топай вы вот ребята вы увидите там еще то веселуха будет это я вам обещаю все гости уже здесь лучшие артисты которых пригласить можно это вам не материк тут все исключительно по моим правилам и тут запретов нет да идем ладно да ребята пошли это чудесно и кстати мы кажется незнакомы а это турменеджер мистер санчез зовут его вот на ком сидишь ладно это наша тачка эй мистер санчез ты нас поведешь пошли да да короче немножко отставал я я щас на следующую к цену перемотаю там тоже субтитров не будет я хочу чтобы все работало сейчас я перемотаю секунду я пока сяду наверное в этот классный шикарный автомобиль прикольный реально автомобиль мне нравится суды так ну все готово поехали вот это вот эта машинка мне кстати нравится очень реально классная машинка вот так вот начинается именно подготовка к ограблению мы с вами уже на острове кайоперику а вот этот ну да и даже футболку себя снял зашибись вот этот на переднем сиденье это самый главный вообще на этом острове наркобарон или или рубио но это у него прозвище полное имя у него хуан а фамилию я не помню персонажи из gta онлайн ничего вообще не разговаривает он все время молчит но это с техническими характеристиками связь хотя мне кажется принципе можно было сделать женщину отдельно и мужчину отдельно а вот тут субтитры уже есть но правда в кат-сцене они их не будет по моему но я чё-то не понял а где кат-сцена то тут кат-сцена должна быть алё дверь открывайте его любом случае уступать ему нельзя не сегодня и вообще никогда а привет хуан гости здесь уже и у них выбивка есть кайна мюзик уже готовится все отлично просто да давайте наслаждайтесь кстати вы просто обязаны увидеть кое-кого вот там а это моя вечеринка ты кто такой вообще я скотт сторч я запасной вариант вы хорошо так напомните кто вы мать твою я один из величайших продюсеров всех времен скотт сторч а ну ладно ладно хорошо известный продюсер ну ладно ладно правда другой парень круче мечтаю просто послушать вы наверняка слушали мои песни да 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 ладно ладно они говорили с вами про то дело я скажу все что нужно круто 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 мне интересно сколько вы платили второму нет 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 все почти норм или как а да все хорошо дружище никаких проблем ладно а я обожаю вас ладно ваш выход через минуту чувствую сейчас будет сок самый настоящий слушай когда все начнется ну-ка выскользни через тот черный ход и погуляй так так за мной извините осторожно с дороги слушай дэйв сегодня дэйв сегодня как паника себя ведет и кап не капельки в рот вообще за компанию я хоть сейчас готов закинуться блин только не все сразу надо остановиться еще умеет о погоди к понеслась прошу прощения я хочу не сказать несколько слов все мы тут собрались для того чтобы увидеть самого доброго человека в мире хуан стиркер эль рубио чья это вечеринка да не знаю надеюсь будет круто в интернете много про вас пишут пишут про кокаин бандитские разборки пропавших журналистов кат-сцены кстати плохо работают немножко недоделаны про ваше доброе сердце все говорят вы прекрасный человек настоящий джентльмен и вы устраиваете лучшие вечеринки в мире мы благодарим вас за это да ладно ладно не надо не надо не надо я сказал никаких речей вы просто смущаете меня спасибо брат скорее сводный брат да слушайте в двухтысячных у него целая куча хитов было да ладно кто готов повеселиться стричайте кайна мюзик зажигаем так ладно все кат-сцена закончилась теперь надо удрать отсюда нахрен с этой вечеринки нафиг мне тут вообще делать нечего мы таким способом сейчас завоевали доверие самого наркобарона этого надо сейчас через те ворота выбраться отсюда еще и еще и желательно чтобы нас не увидели охранники но этот охранник будет там ну ладно лучше подождать пока вон тот охранник уйдет придет сюда то если мы туда сейчас пойдем он там нас остановит убивать не будет но по щам даст ну блин он и не он правда ходит еще долго бесит немного на самом-то деле на тап если нажимать то на питоне напишут что ваше оружие было отобрано приходит самолет однако если мы выберем если мы будем колесиком управлять то оружие будет показываться селектор именно но она не будет появляться у нас в руках так надо как-то проскользнуть так чтобы охранники нас не заметили если можно попробовать можно и это будет сложно но можно попробовать удрать от охранника попробуем сейчас проскользнуть побежали не уверен что у нас получится но стой беги пожалуйста беги быстрее что-то остановился ты вот так вот на нам дадут по щам короче вот это вот вот это вот самое первое это очень бесячая вещь а субтитры только сейчас появились но зашибись вот недоделанный но он только ща но это первая версия надеюсь что будут обновления где все это будет фиксится побежали побежали скорее бежим бежим давай 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 пожалуйста беги 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 скорее отлично мы удрали от них нужно найти надо попасть на эльрубио компромаунт и при этом еще не попаться на глаза охранниками это долго и скучно поэтому мы не будем честным честным способом проходить это ограбление но я имею ввиду без читов без телепортирование без неувидимости надо чтобы быстрее было я я кстати не проходил без читерства ограбление это надо будет попробовать это это очень сложно наверное сложнее даже федерального хранилища сюжетном режиме но надо будет попробовать но сейчас я именно мод обозреваю я хочу показать просто все поэтому мы телепортируемся так хорошо надо попасть на ком коммуникационную башню и взломать систему камер пользоваться оружием тут запрещено пока мы не на ограбление в общем мы удрались вечеринки нам надо разведку проводить у нас на связи павел вот этот я вообще я вообще не совсем знаю кто еды но он часто помогает в ограблениях и все время на радиосвязи русский какой-то насколько я понял коммуникационная башни там охранники я помню и лучше обходить ее сзади ну и в принципе то сзади на нее и проход есть были как бы так попасть чтобы нас кто не заметил тут и мини-игры есть на взламывание и в общем-то круто все круто некоторые и одна из мини-игр к сожалению не доделаны из-за которой не получается нормально ограбление провернуть но надеюсь что это все будет фиксится мини-игра с отпечатком пальцев так мы пробрались охрана нас не заметила они слепые поход наверное поэтому не заметили я бы заметил бы наверное так вот и вот здесь вот проход на эту башню надо на нее залезть индикаторы на мини карте некоторые недоработаны у этого или рубио мы его будем грабить дворец его у него у него вон там он дворец мы там кстати были когда обзором нам вот снимали и у него там в подвале и деньги и золото и наркота ну что но самое главное что нам надо это файлы и мадрасы которые он там хранит какие-то там документы но мы конечно и деньги с вами соберем и все что там есть денег то у него столько что я не могу сосчитать так поднимаемся сюда и сейчас будет первая мини игра на взламывание будет интересно да там коноплю походу выращивают эти самый крупный вообще наркобарон вот этот или рубио из всех наверное в гта что есть потому что ни один наркобарон еще не имел целый остров у которого на каждом шагу охранники так и взламываем систему камер так что это за мини-игра тут цель надо сделать так чтобы получилось число внизу на зеленых цифрах сорок четыре сто сорок четыре и короче вот вот здесь циферки а справа знаки каждый знак умножает какую умножает цифру на какое-то число давайте умножим 4 на первую получилось тридцать шесть а сколько будет блин дайте калькулятор я реально не помню они не не погодите я должен это знать это это девять девять то есть вот это умножает на 9 вот это первое зачем я калькулятор не стал открывать я вспомнил то есть это на девять и теперь 5 умножим вот на это сколько будет так у нас было 36 и прибавилось еще пять то есть вот это умножает на 1 то есть как бы просто прибавляется пятерочка ну а это на что умножает сейчас но сейчас узнаем сейчас умножим 4 вот на вот это и посмотрим что будет а вообще ни на сколько не умножает ну так давайте сделаем так чтобы код неправильный оказался короче надо сделать действие чтобы сложилось так что получилось 144 так 5 умножаем 50 блин сложная мини-игра на самом деле мы сейчас попробуем давайте 9 9 9 9 попробуем 9 умножилось на 9 хорошо четверку умножаем саму на себя но это ничего не получится 5 умножается на 9 5 на 9 это 45 до это 45 до 9 умножить на вот это но это сам на себя число получается то есть получается скорее всего 9 именно на первую пойдет а первую идет у нас 9 9 81 получается не давайте из давайте заново это сделаем чтобы чтобы может число изменится тут как-то тут не складывается ну давайте попробуем еще раз тут по-разному кстати всегда умножает так посмотрим это это умножает на 8 а это насколько умножает эх на одну больше получилось жалко сейчас я посмотрю на это намного умножает и смотрю ну-ка сколько получится 90 на 10 это умножает а 10 хорошо 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 а это насколько так 72 это на 9 умножает хорошо 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 на 9 так на 9 но может сейчас получится нет на одну больше получилось блин какая сложная мини-игра математику надо знать конечно же тут по логически мысль может 8 на 10 умножить попробовать потом вот так тут можно одно число сразу на несколько кстати а получилось 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 ребята получилось наконец-то мы получили нужное число хотя и не особо-то головой соображал так давайте время отмотаем назад потому что я не а погодите нет рано еще сейчас надо с камерами разбираться нас переключила на камеры и мы сейчас должны провести с помощью них разведку так что мы на этой камере найдем здесь справа справа сверху написано сколько целей важных тут можно найти так мы нашли это место по это пост охраны насколько я понял а давайте по очереди здесь что-то подлагивает немного вот вот цель это сейф сейф который нужно взломать так это кабинет самого или рубио во первых лифт мини игра на взломовании лифте кстати вот как раз таки не работает так картина полезная очень картины и тут ключ карта лежит на столе запомним так мы нашли пост охраны второе это дверь с замком который ведет в хранилище в одной из хранилищ ази хорошо там у нас лежат там либо наркота либо деньги так первое это ценная картина а там то ли деньги то ли наркотики непонятно на деньги похоже это день так это деньги деньги большие довольно деньги так второе это карт еще одна красивая картина там деньги так здесь у нас что пост охраны а нет дверь двери друг еще одна запасная видимо так здесь у нас что здесь у нас главный вход дверь ворота здесь у нас посты охраны находится чего у нас тут вот тут куда нам навести я не помню сейчас наведем может на реку посмотрите реально не забыл куда надо а все нашли пост охраны так вот здесь тоже пост охраны так это дверь здесь тоже дверь кстати вот это вот дверь который ведет в хранилище подземные вот здесь чё надо навести я не помню а проходу да еще один так вот что-то он не наводится он там видите вот там надо раз на заборе листва там туда можно забраться туда можно перелезть там на заборе сверху нету этой черной фигни которые не дают перелезть через забор так что если использовать крюк пожарный то можно и воспользоваться этим все нашли так это наркота но глюков с камеры тоже полно что еще есть а деньги вот денежки есть нет стоп это не мы не денежки нашли сейчас мы не навели наверно да мы не навели тут раз а здесь у нас че здесь у нас тот же самый проход где можно перелезть через забор только что-то вот я не могу на него навести а все мы нашли место где можно свалить а здесь у нас что так ну здесь дорожка понятно здесь ну что пост ну посты охраны дворец охраняют это последний кстати чё нам надо найти все мы все нашли разведка закончены давайте спустимся нафиг с этой башни и можно обыскать те цели некоторые но это довольно рискованно давайте лучше давайте не будем долго 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 до аэропорта топать а телепортанемся сюда это скучно просто поговорим с пилотом чтобы поехать назад и играет и 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 приземлились и мы прямо вот здесь оказываемся так первые первая миссия пройдена всего их шесть по моему по моему 6 до подлагивает что-то кстати давайте перейдем сразу к следующей это телепортануться к осадке к сожалению в этом у этого мода также есть недостаток что могут довольно большая есть довольно большая вероятность что когда запускаешь сохранение сохраняться можно вот когда запускаешь сохранение при в игре игра может вылететь с этим модом к сожалению и это проблема конечно но иногда не вылетает иногда все таки не вылетает так походу придется прыгать что-то она отодвинулась касатка это немножко следующее задание не такие долгие но кроме самого ограбления направляемся на следующее задание пройдем ограбление все-таки хочу пройти так попадаем сюда сетуп 2 так вылазим отсюда и давайте и надо это самое какие-то там коды раздобыть надо отправиться в это в казино и там в пентхаус внутренний нет нет сначала надо в дом в дом который находится в поселке в этом воин вуле телепортируемся сюда сейчас прогрузится все это дело эти оружие возьмем себе я говорю мы просто для для того чтобы быстро было все что подлагивает но потому что текстуры грузится мы телепортировались они не успели даже прогрузиться дает моё чё падаешь то блин чушь так лагает а текстуре реально грузится так короче перебить тут надо всех они мне наверно такие говорят эй чувак убирайся отсюда тебе здесь делать нечего тебе тут абсолютно делать нечего а я им такой хорошо я верю вам но мой автомат нет да вот тут ну тут реально глюки еще есть вот с метками вот с этими бля да шо ж такое ну капец как лагает вот зачем ты пешка то так сразу быстро бля вот и по мне уже попали разор а не из дробей кадр стрелять обалдеть а это вам не столько раз попали я хотел в укрытие залезть но чуть не получилось лон шаркс блин акулы не знаю что это за задание зачем мы нам сюда это в онлайн не сказано здесь нет счастливого рождества мерзкие гадины с новым годом так надо всю эту дрянь себе стереть так дальше нам надо направиться в казино пинхаус в тот самый давайте телепорт встанем сюда щас опять текстуры будут грузиться к сожалению не получается так просто залезть туда так казино даймонд ресопт по-моему это казино грабить надо в каком-то из ограбления может и нет но по-моему да я не просто не помню так телепортируемся туда заходим смысле так там охранники а кстати а колесо покрутить нельзя ой че это с ней колесо нельзя покрутить давайте попробуем я не пробовал нет колесо нельзя крутить жалко 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 но в принципе нам это сейчас и не надо это не по заданию нам надо сюда да вот глюковка с кат-сценами полно ничего удивительного на колени говорите что любите меня ну я сказал на колени нет ну тогда все урон опять голос тревера мы слышим где-то там вайс блин написано судя по звукам там есть кто ли не больше никого нет ну ладно так быть да сейчас прогружаться все это правда будет еще короче мы попадаем вот в такую квартиру не знаю почему пулемет меняется на этот я хочу вот этот тут короче куча опять охраны полщи эй на колени игру на колени говорите что любите меня у него какие-то коды есть в кармане так ну все именно у этого чувака надо взять их и смыться отсюда но сейчас охранники опять будут еще в броне так сваливаем отсюда еще и на крышу попадаем кстати куда ж ты вспрыгнул то ну и мы можем короче просто взять и залезть на вот на этот вертолет и короче говоря на нем улететь да да улететь улететь до косатки но давайте не будем тратить на это время еще и враги почему-то появляются здесь непонятно зачем давайте просто или протонем сюда чтобы было быстрее потому что я не хочу на это тратить кучу 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 времени так где косатка еще к сожалению после каждого задания каждое задание сохраняется пройденное то есть можно будет выйти из игры потом перезайти в нее и начнет и можно будет следующее задание а не заново начинать но к сожалению сделать так чтобы сохраниться а потом сохраниться когда ты выполнил первое задание чтобы потом можно было начать 2 с этого же сохранения тут так нельзя сделать неважно какое ты выберешь сохранение игра будет продолжаться с того же места ладно короче говоря мы выполнили два задания и на этом пора бы заканчивать наверное закончим мы сегодня на этом всем спасибо за просмотр с вас лайкосы и подписываться с меня эпичные видосы подписывайтесь также на стримовский канал на группу вконтакте и всем пока ожидайте продолжения подписывайтесь на мой канал 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 подписывайтесь на мой канал